В Невиномысске сегодня открылось уникальное производство. Первая очередь радиаторного завода. Аналогов такому предприятию нет ни на Северном Кавказе, ни на всем юге страны. Сейчас российский рынок радиаторов практически полностью контролируют китайцы. И вот на Ставрополье у них появились перспективные и сильные конкуренты. Одной из первых на заводе побывала Мария Гнездилова. Температура в этой печи достигает 700 градусов. Таких горячих сердец на заводе три. Они родом из Италии. Этих печей хватит на производство двух миллионов секций в год. Именно такое количество радиаторов отопления планируют выпускать первая очередь завода. Сначала вот в это окно помещаются слитки алюминия. Там они расплавляются и поступают в форму. И тогда получается уже практически готовый блок отопления. На таком современном оборудовании уже сейчас работают 40 человек. Арсен Ромалданов трудится здесь всего полтора месяца. Он пришел на завод с экономическим образованием. Металлургическому делу его обучили уже на предприятии. Завод новый. У нас нет ни институтов, ни УЗОВ никаких, кто учит летельщиков. Поэтому с металлургией тут мало кто связан. Поэтому люди приходят, кому нравится, остаются. Количество работников на заводе станет расти в геометрической прогрессии. Только на первой очереди будут трудиться 155 человек. Вторая очередь удвоит мощность завода и увеличит число рабочих мест. Третья выведет предприятие на проектную мощность. А это 7 миллионов секций в год и более 500 сотрудников. Кажется, человек, который может ключами работать, он не может безработать. У меня два высших образования. Невиномысский радиаторный завод уникален и для Ставрополья, и для всего СКФО. Даже в соседнем Южном округе аналогов предприятию нет. Продукция завода потеснит импортную. Наши батареи отопления не будут уступать зарубежным по качеству, а цена заметно ниже. Распространять мы будем от локации завода. То есть это СКФО, ЮФО, ну и в дальнейшем Центральный федеральный округ. В принципе, это продукция, которая приспособлена и на экспорт. Открытие завода стало еще одним важным достижением Ставропольской промышленности. Промышленный год у нас достаточно неплохо завершается. По индексу промышленного производства 10% мы добавляем. Проект реализован на базе Невиномысского индустриального парка. Завод построен в кратчайшие сроки, всего за 11 месяцев. На полную мощность он заработает до 2020 года. Мария Гнездилова, Антон Поляков, Ставропольское телевидение.